Поехали, поехали. Елена Гречихина, добрый вечер. Людмила, добрый вечер. Брат Юрий, добрый вечер. Всем здравствуйте. Медуреченск тоже. Здравствуй. Бахтияров. Казахстан всегда на месте. Я без вас уже, Леонид, и вашей семьи целиком не мыслю. Знаю, там как-нибудь двое на меня смотрят. Так, Гречихина, вопрос. На подвое, похоже, ух ты, Ива. По двое, похоже, Ива. Ну, люблю я такие загадки. Примита на расстоянии 20 сантиметров в зиму яблоня. Но вот по двое растет ветка Ива. Нужно его зарядить и расставить. Если бы это была правда Ива. Вряд ли, что это Ива. Есть такие понятия. Знаете, есть и яблони, которые мы относим к классу не плодоносящих, специально как бы плодовых. А как бы их назвать-то по-другому. Ну, скажем так, для красоты. Вот. Есть и как бы егообразная, скажем так. Да? Скорее всего, у вас яблони привиты на яблони. А то в чем бы она росла. Вот. Давайте так. До конца. Если вы, наш человек, оставьте эту ветку, якобы Ива. Посмотрим, что получится. Ладно? То есть, мы вариант оставить. Что нам мешать, что ли? Ива, как ива. Сало, как сало. Так. Вы опасывали, нет. Всем добрый вечер. Олег Костянович, на саженцах Астанского Сергея стали появляться курчавые листья. То есть, курчавость из грешу на часы дождей. И достаточно холодный май. Что делать? Оставить саженцем сам себе? Да, оставить его сам себе. Вылечить его не сможете. Курчавость, это значит, что дерево больное. Вот. Для этого достаточно иметь холодный край и частые дожди. Вот. Это ненормально. Вот. Пройдут дожди, и все наладится. Так. Добрый вечер всем садоводам. Марина, привет из Вологды. Эльвира, добрый вечер. Башкирия. Вам добрый вечер. Гретьихина, Москва. Ошиблась. Подвой не им, а слива. Ну, тем более. Ой. Еще и Гретьихина, Москва. Подвой. Дело слива. Тогда вот, получается, яблони на сливу привитые. Часу-часу не легче. Тоже не должно быть этого. Слива и яблони так же совместимы, как мы с крокодилами. Если у нас это... Нет. Давайте дальше гадать. Подождем, а там что-то видно будет. Вот. Добрый вечер. У нас сегодня, наконец, теплый майский день. Владимирская область. Поздравляю. У нас вчера выпал первый почти нормальный дождь. Я уже с ума сходил. Но мне вот, лично мне вот эта вот двухмесячная засуха, дичайшая. Она мне многому... А я ходил, ходил, ходил. Фотографировал. Я ходил, ходил. Мотал нервы. Сейчас, думаю, посыпятся абрикосы. И всё. И не будет у меня суперурожая. И я буду болтуном. Вот. А они не посыпались. А у абрикосов главное, это очень глубокий корень. И они, все эти абрикосы, пили воду из почвы. А теперь вспомним эту дурь. Обрежем сильно длинные корни. Помните эту дурь? Это к вопросу, что у меня удалось. Я корни не обрезал. Когда садил. У меня есть фотографии. Прекрасная фотография. И вот там получалось именно прекрасно длинные корни. Но я их только показывал. Не буду сейчас искать. Вот. Теперь так. Магринцев Виталий. Елена Гречихина. Семечко, к которому относятся груши. Я бы не проживался на коточковых. Вот. Коточковый сливы, вишня, абрикос, перчик. Не, ну понятно, Виталий, вы это сказать, как бы, поправили. И что этого не может быть. Я любитель, знаете, чего? Чего не может быть. Вот бы. И несколько раз. На это. В общении говорили, что вот плодносит, не плодносит. А приживались то, чего вообще не может прижиться. Я помню. Кто-то шелковицу привел на березу. Вот. Я не верю, не верю. Но я говорю, давайте до конца. Пусть растет. Там и посмотрим. А вдруг Виталий нам это. Предъявит такой факт. А вдруг и правда. Слива на яблони на сливы. Нет. Я тоже считаю, что ничего не получится. Но всегда хочется, хочется какого-то праздника. Хочется какого-то волшебства. Понимаете. Поэтому я сказал, оставьте. Пройдет время, посмотрим. Потом она скажет, а у меня слива. Вот плоды слива. А вот плоды яблони. Вот. Ну, понимаю, что вроде чушь говорю. Но не могу я отказаться от своего характера. Иначе у меня и садово не было. Ведь заранее, он же объяснил, что жирного абрикоса быть не может. Доктор наук. Почему он меня не убедил? Я должен тут же пойти, все абрикосы выпили. Не положено, значит, не положено. Какой он вред принес садоводству. Меня же перестали печатать. Ведь все, что мы сейчас говорим, я должен был напечатать в крупнейшей газете о России. Так. Анжелика, привет, Беларусь. И вам привет. Добрый вечер. Заяц обил корову сливы по кругу. Купа двое. Из привой пошел раз почки. На какой высоте обрезать. Ну, может, это не заяц. Заяц обычно просто обгрызает ветки. Первый раз шут, что побил корову по кругу. Ну, а хотя, кто ему мешал, может, правда. Вот. У подвое. Из привойа. Пошел раз почки. На какой высоте обрезать. Сергей, пришли. Вроде бы старый волк, со мной общались много раз. Давайте фотографии потом решать будем. Потому что, поймите, слова. У подвое. Из привойа. Пошел раз почки. Естественно, я не могу ответить на этот вопрос, потому что вопрос не понял. Давайте фотографию. Алексей Виноградов. Здравия. Привет, волшебник. Тимур Север-Карелия. Добрый вечер. Присущие ли плодовым деревьям, конкретно яблони, холостые плодовые почки? По всем признакам. Вы, как плодовые, когда раскрылись, там оказалось без святков. А, ух ты, ё-моё. Я помню, с кем-то из вас, друзья, у него пророс через цветы, проросли веточки, прям веточки, прям через цветы. Вот, то есть, допустим, должен был плод быть, а вы знаете, у почек есть двойное назначение. Обычно расцветочие, значит, должны быть плоды, ростовой должны быть ветки. А так как они есть двойное назначение, то вот такие вещи случаются. Вот. А если это у вас впервые, и вот только сейчас, Тимур, фотографии, и так же, как вот, я не помню, кто, добрый человек, который мне, добрый человек, который мне вот это всё рассказывал, и фотографии присылал, присылал, дальше переписка закончилась. Ждём, что будет дальше. То есть, вот, то есть, если это только сейчас, то тогда, надо просто ждать, что будет ещё. Нет, цветков не надо, вдруг ветки пойдут. Теперь, а, вот, такую локацию, и фотографии присылали. Давайте глянем, я думал, иначе я вруру от. Хлёмопытство. Что я вижу? Вроде бы плодовые. Вот, ну, пошли из них ростовые. Так, следующее. Следующее. Теперь мне надо обратно куда-то, куда, влезть. Вылез на свою голову. Вот так. Попробуем влезть обратно. Попробуем влезть обратно. Следующая фотография. Ну, что будет, что будет. Или засветёт на следующий год, или пойдёт расти. Давайте на этом остановимся, вы держите на курсе. Вот. Ещё раз влезу сюда, и всё, потом по-другому не умею. Так, в общем, вы поняли, это уже, глядя его. Вот. Пучки имеют военное назначение. Хотят цветут, хотят будут расти, как ветки. Хотят подожжить на следующий год. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.